Всем привет! В 2020 году аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис в России. Однако трудные времена – это не повод складывать руки и пассивно ждать от жизни перемен, а скорее причина для начала ведения активных действий. Ведь с одной стороны, люди продолжат тратить деньги и в кризис, а с другой стороны, из-за неспособности подстроиться под внешние изменения может сильно сократиться число ваших потенциальных конкурентов, открывшихся в благополучный период. Вчера на нас обрушился ураган Кармен, разрушая все на своем пути. На нашем побережье, как и во многих других городах, практически полный крах потерпела индустрия добычи креветок. Нам удалось выяснить, что фактически только одна лодка пережила этот шторм. Луиза! Луиза Форест! Не нужно рассчитывать, что в условиях глобального финансового кризиса государство окажет всем своим гражданам достойную поддержку. Одна седьмая часть населения России находится за чертой бедности, поэтому помощь государства будет оказываться в основном людям этой социальной группы. В общем, если вы к бедным людям себя не относите и не хотите пополнить их ряды, то самое время задуматься о создании собственного бизнеса. Однако, вести свое дело – непростая задача. Организация бизнес-процесса с нуля требует серьезных затрат и несет в себе объективные риски. Кроме того, запутанность законодательства и бюрократизация госструктур существенно снижают шансы новичка на завоевание места под солнцем. Вместе с тем, из этой ситуации есть простой и грамотный выход. Так, в целях снижения большинства рисков и повышения своей конкурентоспособности начинающий предприниматель может использовать узнаваемый бренд. Применение чужого товарного знака на легальной основе возможно, например, на условиях договора коммерческой концессии или франчайзинга. Кроме раскрученного бренда, плюсом договора аренды товарного знака можно отнести проверенную бизнес-модель, поддержку ведения бизнеса, подбор и обучение персонала и другие необходимые бизнесмены услуги. Среди минусов нужно назвать развитие, по сути, чужого бизнеса, строгую типовую регламентацию процессов и, наконец, платность франшизы. Однако, все минусы франчайзинга легко перекрывает его главный плюс – это отлаженный механизм получения прибыли. Пожалуй, основным признаком того, что бизнес-модель отлажена, является ее применение самим владельцем. Ведь если дело идет, то какой смысл от него отказываться и начинать развивать незнакомых тебе людей? К тому же, как франчайзер, не имея собственных точек, будет совершенствовать свой бизнес? Кроме того, коммерческая структура, построенная исключительно на партнерских точках, как комплекс имущества, стоит существенно ниже, чем коммерческая сеть в виде филиалов головного офиса. Последние являются также более надежными источниками дохода, чем компании, открываемые неопытными предпринимателями, купившими франшизу. В общем, наличие собственных точек у франчайзера – это своего рода гарантия продуманности и надежности франшизы. Рейтинги самых выгодных франшиз регулярно публикуются различными аналитическими СМИ. Однако, эти исследования в основном строятся на финансовых показателях, без учета критериев надежности франшизы. В связи с этим, даже первая десятка рейтинга самых выгодных франшиз, такого авторитетного журнала, как Forbes, вызывает множество вопросов. Вы не верите мне? Итак, на первой строчке списка самых прибыльных франшиз 2019 года, по версии Forbes, с размером инвестиций до 1 миллиона рублей, расположилась компания Чемпионика, занимающаяся обучением детей игре в футбол. За пользование этим товарным знаком необходимо заплатить паушальный взнос в размере 400 тысяч рублей, а также ежемесячно отчислять роялти в размере 5% от оборота, но не менее 13 тысяч рублей. Если отбросить в сторону все красивые слова, которыми менеджеры описывают уникальность данного предложения, то по сути за почти полмиллиона рублей вы главным образом получаете лишь возможность учить детей выполнять упражнения с мячом. Можно предположить, что Чемпионика за эти деньги предоставляет столь уникальные методики тренировок, что они позволяют делать из детей будущих звезд футбола, таких как Рональду и Месси. Однако данные о количестве собственных заведений у управляющей компании говорят об обратном. Чемпионика продает лишь франшизу обучения детей спорту и не имеет ни одного собственного филиала, чем обоснованно заслуживает звание бюро советов. На второй строчке списка самых прибыльных франшиз Forbes с размером инвестиций до 1 миллиона рублей находится компания Samura, занимающаяся продажей японских ножей. Чтобы приобрести эту франшизу, будущему партнеру необходимо единовременно купить партию японских ножей на сумму 300 тысяч рублей. Ежемесячные платежи в форме Royalty отсутствуют. Рекомендуемые розничные цены на японские ножи у франшизы начинаются от примерно 1500 рублей. В свою очередь российский аналог обойдется около 200 рублей. Таким образом, чтобы успешно торговать по франшизе Samura, необходимо не просто не любить отечественных производителей ножей, а напрочь уничтожить их репутацию в глазах потребителя. Samura не имеет собственных филиалов. Головная компания продает ножи исключительно своим партнерам и проводит их обучение, как обойти конкурентов. Это и понятно, ведь намного спокойнее заключать крупные контракты и получать деньги, чем с пеной у рта доказывать потребителям несостоятельность российского производителя. Третье место в списке самых выгодных франшиз 2019 года по версии Forbes занял бренд Junior, занимающийся обучением детей игре в футбол. Данный бренд является конкурентом лидера списка – чемпионики. При этом конкуренция настолько жесткая, что если в каждой компании поинтересоваться преимуществами перед их основным конкурентом, то можно узнать такие подробности, что уже не захочется сотрудничать ни с той, ни с другой организацией. Приятным отличием Junior от чемпионики будут размеры паушального взноса и роялти, которые соответственно составляют 250 тысяч рублей и 5% от оборота, но не менее 10 тысяч рублей в месяц. Junior, так же как и чемпионика, не имеет ни одной своей собственной футбольной секции, за что получает аналогичное звание Бюро Советов. Вероятном поэтому в России развитие футбольных секций с развитием футбола никак не связано. Вы очки-то снимите, не на пляже, все-таки не положено. Паспорт у вас какой-то потрепанный. Да ладно, перестаньте. Я же вижу, вы меня узнали. В том-то и дело, что узнал. Куда направляетесь? В США. А, решили в американский футбол перебрать. Правильно, там ворота побольше. Сложно в них не попасть, даже вам. Потом там шлем дают. Можно глаза прятать, отболеться. Классный юмор. Теперь верните паспорт, мне на рейс бежать нужно. Вот, на рейс вы бегаете, а по полю вы ходите. Цель поездки. Деловая. Конфетки. Сидемки рекламного рода. Чипсы, шампунь. А я не понимаю, он что, заплачивай за то, что вы над людьми ездите? А я бы вот вас тоже самое хотел спросить. Как можно не попасть вот таким ничем с двух метров в семиметровые ворота? На четвертой строчке списка самых лучших франшиз по версии Forbes с инвестициями до 1 миллиона рублей находится компания, мастерская кухонной мебели и Дим Дома. Запуск одной точки обойдется партнеру примерно в 1 миллион рублей, который в основном уйдет на покупку выставочных образцов и ремонт помещения. Узнаваемость бренда обеспечивает лицо компании, телеведущая, писатель, повар, актриса, театра и кино Юлия Высоцкая. Однако, помогает ли в раскрутке бизнеса известное имя – вопрос спорный. Как правило, образ Юлии ассоциируется с качеством еды, а не мебели, на которой она приготовлена. Едим Дома существует около 5 лет. Собственных точек по продаже мебели у бренда нет. В связи с этим можно сделать вывод, что сама основатель бренда к идее покушать дома относится скептически. Пятую строчку рейтинга Forbes самых лучших франшиз 2019 года занимает мобильная, не требующая воды, мойка автомобилей Fast & Shine. Цены на франшизу начинаются от 239 тысяч рублей, а ежемесячные платежи Royalty от 4 тысяч рублей. По сути, бизнес заключается в оказании услуг скорой помывочной помощи автомобилям. Для людей, не имеющих времени на поездку на обычную автомойку, предложение безусловно интересное. Однако, для большей части населения идея, пожалуй, покажется опережающее время. А если учесть, что мойка автомобиля без использования воды у многих вызывает стойкое недоверие, то идея вовсе выглядит провальной. Однако, несмотря на очевидный пессимистический расклад, головная компания заявляет об отличных показателях роста. Количество собственных точек у предприятия 96. Хочется верить, что за этими внушительными результатами стоят реальные успешные филиалы, а не продуманный ход продавца франшизы. Граждане, приобретайте билеты на вход в провал. Ход 10 копеек, детям 5 копеек. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Заходите. Шестую строчку списка самых выгодных франшиз 2019 года занимает бренд Слетать Роу. У франшизы отсутствует паушальный внос, а размер роялти от 10 тысяч рублей в месяц. Открытие одной точки обойдется порядка 700 тысяч рублей. Большая часть из которых уйдет на ремонт помещения и роялти, оплачиваемых авансом. В России тысячи туристических агентств. Однако, пожалуй, основным преимуществом партнера Слетать Роу перед ними будет лишь возможность продавать путевки под именем этого бренда. Безусловно, это неплохо. Но для сокрушительного отрыва от конкурентов явно недостаточно. Средняя цена тура на сегодня, продаваемого туристическими агентствами, составляет порядка 120 тысяч рублей. Поэтому этот продукт массовым назвать нельзя. Вместе с тем, менеджеры Слетать Роу постараются убедить вас, что продавать путевки не сложнее, чем продавать фрукты на рынке. Однако, несмотря на это, головная компания не имеет ни одного собственного турагентства и, соответственно, продажами туров не занимается. На седьмой позиции списка самых прибыльных франшиз 2019 года, по версии Forbes, находится сеть детских хореографических школ «Русский балет». За использование франшизы в городе с численностью населения более 250 тысяч человек придется заплатить 400 тысяч рублей. Бренд «Русский балет» не имеет собственных филиалов, чем вызывает заслуженный вопрос об эффективности поддержки своих партнеров. Восьмую строчку рейтинга самых лучших франшиз 2019 года, по версии Forbes, занимает компания White & Smile, предлагающая бизнес по экспресс-отбеливанию зубов. Повышальный взнос и роялти у франшизы отсутствуют. Для того, чтобы открыть свою точку у White & Smile, начинающему предпринимателю, необходимо произвести закупку у франшизера оборудования и материалов на сумму от 218 тысяч рублей. Франшизер имеет собственное производство материалов для отбеливания зубов. Однако, собственных бьюти-студий экспресс-отбеливания зубов у управляющей компании нет. Таким образом, все эксперименты по определению эффективности производимых материалов франшизер осуществляет исключительно на клиентах своих партнеров. Использование последних в качестве баз подопытных кроликов, пожалуй, объясняет отсутствие паушального взноса и роялти. Однако, непонятно, почему управляющая компания берет с партнера в плату за испытания своих изобретений. По логике вещей, она должна им за это доплачивать. Вы собрались здесь, чтобы принять участие в первом испытании препарата 563 на человеке. Вы будете первыми людьми, которым будет введен этот препарат. Согласно федеральному закону, я обязана сообщить вам все побочные эффекты, которые могут возникнуть во время эксперимента. Прослушайте внимательно. Этот препарат не оказал токсичного действия на крыс и не должен оказывать токсического действия на человека. Теоретически, возможные побочные эффекты включают в себя бессонницу, головные боли, зуд в заднем проходе. На девятой позиции прибыльнейших франшиз 2019 года, по версии Forbes, расположилась компания SDEC, предоставляющая услуги пунктов выдачи заказов. Паушальный взнос франшизы для городов с населением более 100 тысяч человек составляет 200 тысяч рублей, а роялти 10% от оборота. Общая сумма инвестиций для открытия одного пункта выдачи составляет, как правило, не менее 350 тысяч рублей. У компании более 100 собственных офисов, поэтому сомнений в том, что эта бизнес-идея работает, не возникает. Однако перед покупкой франшизы все же необходимо тщательно проанализировать потенциальные источники дохода от этого бизнеса. Размер комиссии партнера за выдачу одного интернет-заказа в среднем составляет около 30 рублей. В настоящие же деньги франшизе может принести лишь долгосрочный контракт доставки заказов, заключенный с найденным им клиентом. Таким образом, для того, чтобы партнеру окупить вложения по франшизе SDEC, потребуется не только огромное желание, но и много сил, времени, а также колоссальная удача. На 10-й строчке рейтинга самых выгодных франшиз по версии Forbes с инвестициями до 1 миллиона рублей находится компания «Дети на паркете». Под именем бренда проводится обучение детей спортивным бальным танцам. Во главе управляющей компании находится бывший танцор и основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антон Сергеев. На главном сайте школы танцев размещены сведения о его спортивных достижениях и об уникальности программы тренировок «Дети на паркете». Учитывая, что по данным Forbes у бренда 140 партнерских и 13 собственных школ, сомнений в успешности этой франшизы не остается. Однако, не все так идеально, как кажется на первый взгляд. Многочисленные недовольные партнеры франшизы критикуют Антона за фальсификацию данных о его заслугах в танцевальном спорте, а также за неэффективность методик обучения танцам. На этом фоне невозможно сделать вывод об эффективности франшизы на основе наличия у головной структуры собственных филиалов. Ведь, как и в случае со спортивными достижениями Антона Сергеева, данные о принадлежащих ему школах могут оказаться немного приукрашенными. Друзья, наличие собственных точек важный, но далеко не решающий критерий надежности франшизы. Однако, их отсутствие заставляет задуматься о сотрудничестве с брендом. Ведь в этом случае вполне может оказаться, что речь идет не о детально продуманном бизнесе, а лишь о видимости этого, специально созданной для вас. Если вы начинающий предприниматель, то примеряйте франшизу на себя лично и выбирайте ту, которая больше всего вам по душе. В бизнесе, как и в жизни, есть взлеты и падения. Занимаясь любимым делом, вас будет больше шансов преодолеть все кризисы и максимально быстро достигнуть поставленной цели. Подписывайтесь на канал обо всем с юмором и пишите в комментариях то, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Пока.